и всем привет мои маленькие любители трейда с вами как всегда кунька пресос как всегда на моем канале и очень многие меня спрашивали кунька как тебе скин свитч скин сват кто-то может сказать про этот сайт во первых я хотел бы сказать что если верить как пишут сами разработчики здесь всего лишь сделал сайт приложение 10 человек и было у них одна бутылка жигулевского который потом сел тот кто придумал премию точнее вот этот вот об этом тоже поговорим но давайте поподробнее во первых магазин магазин здесь такое говно что ну просто где фильтрация вот я хочу выбрать определенный нож где она нет ее опять же наценка здесь не то что большая она здесь огромная 44 процент 77 процентов один респект за то что люди подписывают но разработчики сделали чтобы было видно сколько человек за это просит сверху себе дальше чего мы тут можем фильтрацию фактор неф и так далее но знаете народ вот честно вам скажу почему нету фильтрации вообще вот то есть я видел на приложении то что можно фильтрацию включить но она не работает вообще приложений то есть сайт работает через жопу приложение работает еще больше через жопу возможно надо подключить prime и тогда у меня будет полная фильтрация разработчики идите вы в жопу со своим премиум дальше что меня бесит это вот пол окна занимает мой инвентарь нахрена мне это добавьте галочку я хочу свернуть вот это чтобы она здесь была у меня был во весь экран на предметы различные но не нахрена дальше для удобства конечно же закупают они дешевле блин даже самого сайта где я закупаю скины то есть они покупают еще дешевле опять же никакой на переоценки за фаза фазы нету то есть он считает как дефолтные фазы то есть ну вообще пофигу третья фаза первая фаза есть у тебя 4 2 все можешь на сайте на этом не придут не продавать вообще не представляю какой дебил будет продавать на этом сайте но она об этом тоже сейчас поговорим вот и еще естественно дают личный промокод пригласи друга долбоеба и тебе дадут целых 5 не 5 центов 0 5 центов или 5 центов извиняюсь я в долларах не шарю короче дадут 5 копеек вот это тоже отличнейшее решение считаю пригласить друга в это говно говно это все потому что при этом сами разработчики такие идиоты и пускай меня могут забанить на этом сайте так далее но от реально народ вот кто кто вот придумал что нельзя поставить фильтрацию нормальную почему почему я не могу поставить нормальную фильтрацию я хочу выбрать ножи и допустим только вот не знаю там штык-нож вот только хочу штык-нож и все но нет хер тебе на руль и иди в патруль можно поставить минимум и опять же даже по качеству они не справились тем чтобы нормально шел прямо завода немного поношенный после полевых поношенная и закаленка нет здесь как бог на душу положит ну извините меня я как человек которую профессия делать сайты у меня одна из разветвлений я дизайнер сайтов и вот это вот просто мне глаза так мозолит я прям прям реально не могу почему здесь перепутано но сделайте вы нормально займите три минуты своего времени чтобы раскидать правильно может конечно это у меня глючит давайте обновим опять же мой инвентарь все нахуй они загрузилась давайте смотрим фильтрация дня нихрена и просто как бот на душу положит но я еще это тоже обсудим потом дальше трейдом я не знаю почему но сайт отличается от приложения в приложении у тебя вот есть входящие но то есть да вот который тебе приходят все так далее и тому подобное но там было сделано несколько вкладок вкладок здесь же только три и все дальше про входящие знаете я написал разработчику то что вот я кинул мне чел кинулся туда то есть трейд я его принял отправил этот трейд подтвердил ему в стиме человек отклонил этот трейд и эта хуйня у меня уже висит четвертый день я написал когда у меня был прайм премиум извиняюсь я буду правильно называть премиум здесь иногда разработчики дают бесплатный премиум за что хоть какое-то вам спасибо но я написал в техподдержку и я так и не получил ответа то есть люди берут у вас 150 рублей 150 рублей до в месяц чтобы вы могли написать техподдержку и вас там игнорируют то есть я правильно понимаю вы берете деньги за услугу которую вы не вообще не предоставляете тогда на херам не ваш премиум вот реально вот как мне эту хуйню убрать я не могу матом не выражаться уж извините меня за мой французский но как мне убрать эту поеботу до хуй его знает но нажимаем все здесь мы увидим те которые я отправлял это встречное предложение когда мне люди предлагали вихеревший минус но я им также кидал по приколу не делать был нехуй здесь стать вот нашел этого человека дальше что хотелось бы еще исходящие да то есть но здесь тоже претензий нет как бы но как это убрать блять как у меня уже нету эти этого предмета интера почему это этот рейд не исчез у меня его больше нету это предмета я его обменял почему он не пропал кстати на входящий это это тоже касается у меня больше нету этого дигла просто нету почему этот рейд до сих пор у меня висит я не знаю может где-то есть волшебная кнопочка напишите в комментариях потому что я не разобравшись до начал записывать обзор я не знаю данного сайта приложения но будем смотреть на сайте чтобы было удобней у меня его нету ну как бы похуй и если вы говорите что надо нажать обновить инвентарь и все будет пройдет я нажимал нихуя дальше здесь исходящее понятно дальше создать и опять же здесь разработчики соснули собственную толстую бибу потому что смотрите допустим выбираем нажим фил тест от вот так вот здесь продолжить и вот казалось бы да вы нажали кнопку продолжить что должно быть в теперь вы должны что-то предоставить из своего интеря правильно правильно но хуй там ночевал чтобы вам потом вот после того как вы выбрали какой ножик супер трейд кстати это тоже название но целом идея неплохая потом объясню почему мы имеем да и еще и где мои предметы да то есть и где мои предметы почему я не могу ничего предложить оказывается для того чтобы выбрать свои предметы надо выключить фильтр выбираем и теперь можем создать супер трейд но опять же как мне говорили я пообщался с одним человеком спасибо большое то потом в чатах покажу если найду его что на супер трейд можно выбрать только один скин но через сайт почему-то работает это гораздо круче да то есть и опять же мы видим то что сейчас он пишет продать он не пишет мне трейд поэтому мы выбираем только один ножик и вся нового появляется продать все вот сюда нажать создать супер трейд естественно такой тропе не буду создавать это просто как пример опять же название супер трейд господи дайте своему креативному я не знаю кто у нас там менеджер блин ваш друг по ебалу потому что какой в пизду супер трейд назовите это быстрый трейд быстрый трейд поменяйте блять одно слово одно одно слово поменять да ёбаный в рот это блять даже по моему через таблицу если я сейчас не путаю нахуй чая я конечно могу путать блять но даже по моему через таблицу соответственно также работают разработчики сайта через таблицу и так далее и тому подобное но сейчас блять вот и где тут нахуй реально в прямом на эфире нахуй как говорится вот поменять это примерно вот так же как я сейчас делаю также меняется в программе Вот, создать быстрый трейд, это сложно? Вот, я потратил на это, блядь, минут... Да как вот 10 секунд я потратил на то, чтобы изменить Супертрейд на быстрый трейд. Вы спросите, Кунька, почему у тебя так горит жопа? Все очень просто, народ. Потому что, блядь, мне прилетали такие конченые трейды, у меня есть стикеры, да, у меня есть фазы. И мне прилетали трейды, я человеку описываюсь, блядь, тебя ничего не смущает, ты мне четверку забираешь, там, за деф, либо вторую фазу когти забираешь за деф, либо вот у меня стикер это есть, да, тоже пытаешься забрать его за деф. Этот был супер трейд Блядь, я так начал на них бомбить Какой в пизду супер трейд, блядь, ты чё, идиот, блядь Какой на хуй он супер Это говно трейд, ты жис твоё говно и помрёшь, ты говно, блядь Но как оказывается, блядь, люди-то были адекватные А неадекватным был я в их глазах Потому что, блядь, создать быстрый трейд Они назвали, как создать супер трейд В каком пизду месте супер Погуглите, блядь, значение супер Перемейте, блядь, это займёт у вас 10 секунд Создать быстрый трейд Но опять же, фильтрация здесь в пизду пошла, да, поэтому будем искать вручную. Ну, допустим, мы ищем ножи после полевых, и мы нашли, допустим, вот ультрафиолет. Ультрафиолет, естественно, флота вы не можете выбирать, но вы просто можете как поставить ультрафиолет. Потом мы через систему инвентаря выбираем, что мы готовы за это отдать. Допустим, мы нажимаем нож с третьим крюком четвертая фаза, мы готовы менять наш штык-нож. Опять же, не знаю почему, но здесь не пишется, то есть у них в приложении пишется, сколько таких ножей у людей есть. Допустим, штык-нож ультрафиолет, в приложении подписано, допустим, есть у 20 людей. И как только выбираете его и добавляете какое-то, ну, определенное количество скинов, либо один скин, который готов за него отдать, вот, вы нажимаете создать быстрый трейд, и все. То есть у вас отправляются там 20-30 людям, то есть не надо вручную искать их и отправлять. Он по плану вот, сам, сам все отправит. Вот кому я отправил этот трейд, я не знаю. Извини, братан, если что, блядь, это было просто как пример, я ни в коем случае не хочу тебе поиметь на такой жесткий минус. Ну, вот просто я к тому, что, блядь, это прикольно сделано, вы молодцы. Вот, я отправлялся через супертрейд. Вот, то есть это сделано прикольно, это реально хорошая функция. Но переминуйте в быстрый трейд, какой в пизду, сука, в супертрейд, в каком месте он супер, блядь, я не понимаю, нахуй. Просто, блядь, не понимаю, вот реально. Ладно, дальше идем. Аукционы. Я вам честно скажу, я здесь нихуя не понял, потому что здесь нихуя нету аукционов, да, то есть в чем суть аукционам? Это, ну, как и есть аукцион, то есть мы добавляем предметы, пишем, что четвертая фаза, хороший флот, и в комментариях, я не знаю, здесь где-то почему-то нигде не видно, я не вижу, блядь, комментариев. И здесь есть комментарии, типа, то, что я тебе там предлагаю за это это, предлагаю за это это, да, то есть, ну, это удобно тоже сделано прикольно, но, честно, народ, я не знаю, когда у вас есть трейды, зачем вам это? Типа, за что бы что, чтобы зачем? То есть, ну, никаких нету, вот, то есть добавить предложение мы можем, но сейчас почему-то не вижу комментариев, обычно здесь еще остаются комментарии, и, в принципе, это сделано, ну, неплохо, но все равно, типа, здесь, опять же, многие люди пишут, типа, я там, тут вообще на скин свайпы вообще ничего не смотрю, пишите мне в стим, да, и прикрепляют код друга. Ладно, идем дальше, люди на блюде, это у нас просто спизженная с CSGO лаунжера фишка, и что хотелось бы сказать, я разработчика того, кто это придумал, просто в рот наоборот, именно того, кто придумал, я уверен, это тот же чел, что сидит на бутылке за то, что он придумал премиум. Почему? Чтобы вы понимали, на любом сайте похожем, даже у меня есть один в жизни, точнее, гайд для нычков в трейде, вот он, похожий сайт, и здесь мы можем бустить свои объявления бесплатно, что самое главное, да, то есть не надо платить, мы можем бустить бесплатно, поднимать в первые места. Да, здесь 10 объявлений, я считаю, что надо поменьше, вот, и, типа, да, то есть смотрим, MyTrade, все, я их забустил, мои объявления сейчас первые, и я не заплатил за это ни рубля, я не выполнял ваши ебанутые задания. Просто на нормальном сайте, блядь, ты можешь выкладывать объявление сколько хочешь, с ограничением в полчаса или час, здесь, по-моему, полчаса, на CSGO лаунж был час. Что здесь дает премиум? Вот почему бы я здесь купил, а на SkinSwitch я бы не стал покупать? Почему? Объясню. Здесь премиум дает вам очень важное преимущество, здесь ваше объявление выкладывается автоматически, когда вы, да, то есть, ну, я онлайн, но сайт будет сам за меня постоянно повторять мое объявление каждые полчаса там, да, когда будет выходить это все. То есть, здесь, вот он, называется, по-моему, или где-то, короче, где-то здесь, извиняюсь, я не покупал здесь премиум, вот, он здесь недорогой, и, типа, вот, он будет автоматически сам это продвигать. Также, MyTrade будет появляться вот здесь, понимаете? Вот, то есть, 5 минут здесь будет висеть мое объявление, не знаю, за отдельную плату это или нет, ну, вот, то есть, вот как работает нормальный сайт. Но на что, но, чтобы нам трейдиться вот здесь вот, на SkinSwipe, надо, блядь, выполнять либо челленджи, либо покупать премиум. Блядь, идите нахуй! Серьезно, вы забрали у людей возможность выкладывать свои объявления ради собственной просто выгоды, чтобы люди выполняли ваши дебильные челленджи, ну, там, задания, извиняюсь, не челлендж, задания. Либо покупай премиум. Блядь, да вы охуели. Вы, честно говоря, охуели. То есть, вы сделали кастрированную версию, блядь, CSGO Lounge, либо вот этого сайта, забыл, как он называется, да? Просто CSGO Lounge, ну, я думаю, многие помнят трейдера. Вот, то есть, вы взяли, кастрировали свой сайт, просто кастрировали тупыми ножницами, и тебе предлагаете за деньги, блядь, возможность выкладывать свое объявление. Причем, выкладывать каждые 5 минут. Я уверен, что, если я сейчас буду долго мотать, вы заебетесь видеть одни и те же объявления. Поставьте в ограничение в полчаса. Сделайте так, что без прайма человек может сам выкладывать вручную, и пускай одно объявление. Не с праймом, опять, с премиум, все время путаю почему-то. С премиум возможно выкладывать 3 объявления, да, подряд, допустим. И опять же, выбирать скины. Вот опять же, да, то есть, здесь вы не выбираете скины, которые вы трейдите. У вас трейдится нахуй весь инвентарь. Я не хочу менять весь инвентарь. Вот мне ножик нахуй не нужен, и коллаж, блядь. Можно я, как бы, вот сделать и так же 15 ячеек или 12 ячеек, да, чтобы человек сам выбрал скины, которые меняют. Если что, мог подписать, меняя все скины, допустим, да. 3 объявления пускай будут выкладываться автоматически у тех, у кого есть премиум. Ну, отдайте людям, блядь, возможность выкладывать свои ебаные объявления, блядь, просто так, не выполняя задания и не покупая премиум. Это просто наглое высасывание денег. Я понимаю, почему люди говорят, что ваше приложение дерьмо. Сама задумка хорошая, и пользователей здесь много. Но это вы дерьмо. Вы не смогли справиться с простейшей задачей, чтобы и заработать, да, подзаработать денег. В то же время, чтобы люди были довольны. То есть, сделайте, что премиум будет выкладывать автоматически объявления. Причем, я замечал здесь несколько людей, которые выкладывают премиум круглосуточно. Реально, я не буду палить их страницам, мне это нахуй не надо подсирать, да, товарищам по трейду, грубо говоря. Но я видел, которые каждые 5 минут, на протяжении 24 часов, вы спросите, Конька, как ты определишь, что 24 часа? Легко. В любое время он всегда в топе. Каждые 5 минут, прям, можно по нему часы сверять, блядь. И ночью, и в 2, и в 3, и в 4, и в 6, и в 7 утра, и в 8 вечера, и в 9 вечера. Невозможно сидеть здесь 24 на 7. Народ, представляете, что вам надо 24 часа каждые 5 минут заходить сюда и бустить свое объявление? Каждые 5 минут ровно. Как только у вас заканчивается время, да, то есть, и вы сразу же выкладываете. Вот скажите мне честно, вы сможете так? Нет. Значит, тут какой-то бот есть. Потому что даже с премиум вам надо автоматически нажимать на ебучую кнопочку, чтобы поднять свое объявление. То есть, я уже говорю, разработчики, сделайте так. Сдайте возможность всем выкладывать свои объявления. Дайте возможность это людям. А потом уже у премиум, пускай будет 3 объявления, да, их можно будет настраивать. 1-5 минут, 2-10 минут, там, не знаю, 1-5 минут, 7 минут и давайте 12 минут, да, Чтобы как можно чаще люди могли выкладывать свои объявления. И пускай это будет у премиум, и пускай это будет автоматически, блядь, на сайте, на другом, который такой же, как и ваш, ну, еще более урезанная версия, да, там, только трейды можно выкладывать. Там можно 10 объявлений сделать автоматически, как только проходит трейд, ну, время на то, чтобы повторить свое объявление. Оно автоматически делается. Вы что, не можете простейший скрипт заходить? Ну, конечно, да, не можете, потому что приложение у вас еще хуже работает, реально, народ. Слава богу, у них есть сайт. Если бы надо было перелить через приложение, у меня бы очко сгорело еще быстрее. Так, что еще? Чаты. Это, вот, опять же, да, почему я говорю, что тот, кто придумал вот это премиум, и такие ввел ограничения для обычных людей, то, что он по-любому сидит на этой бутылке. Причем до самого донушка, блядь. Премиум поддержка. То есть, если у вас нету премиума, вам никто не ответит. Я скажу больше, блядь, вот, сука, не хочу я сейчас покупать, у меня сейчас скины в трейдбане. Я скажу больше, даже если вы напишите, вам не ответят. Потому что, как я уже говорил про трейды, вот этот трейд у меня ни хера не скипается. Я написал в техподдержку, и меня игнорируют. Спасибо большое, блядь, охуенно сделали. То есть, это у нас, получается, трейды в говно, да, потому что каждые 5 минут надо вручную самому выкладывать. И все, что нам дает премиум, это просто выкладывать. Расширенный фильтр, когда, блядь, сука, на любом, блядь, сайте, даже, ну, мне кажется, кажется, на самом еврейском, есть фильтрация, когда я могу выбрать, какой мне нужен ножик. Приложение, причем, у вас есть. Ну, может, у меня было, потому что у меня был на тот момент премиум. Но, блядь, даже оно не работает. Я не мог выбрать скелетный ножик, когда я искал себе. Вот, и здесь у нас, получается, премиум поддержка, блядь. Охуенно сделано, спасибо. Заплати 150 рублей, нахуй, чтобы написать нам, блядь. Охуеть, блядь. Я лучше, я не знаю, в Тиндер, блядь, потрачу, нахуй, эти 150 рублей, блядь, и мне там девушки будут писать. Дальше, премиум чат. То есть, опять же, если вы хотите пообщаться, да, хотите поспрашивать что-то, можете там найти какого-то более опытного трейдера, узнать у него совет. Идите нахуй. Вот, что вам говорят разработчики. Потому что вы можете в обычный чат, сука, зайти, только если у вас есть премиум. Вы что, ебанутое, что ли? Вы что, конченые вообще, что ли, наглухо, блядь? Сделайте вы тогда два чата. Допустим, чат обычный, чат премиум, чат премиум поддержка. Обычная поддержка, пускай там будет в премиум поддержке хоть кто-то, блядь, отвечать. На обычной поддержке можете не отвечать. Идите нахуй, я уже понял, что у вас работает все через жопу. Ну, блядь, почему, сука? Чтобы вы понимали, трейдов я вот лично, да, сейчас у меня где-то 12 чатов по трейду. Там около тысячи и больше людей в некоторых чатах. И там, блядь, никто с меня за это деньги не брал, чтобы я туда вошел. Я просто зашел, это чат трейда ВКонтакте, и могу общаться, могу предлагать свои скины и искать скины, блядь. Бесплатно, нахуй. Но здесь заплати 150 рублей в месяц, либо 600 рублей в год. Охуеть. Спасибо, папаша, блядь. Опять же, вот это вот сделано просто охуятительно, блядь. Я не знаю, вот реально, у меня как у человека, у которого специальность веб-дизайнера, то есть, ну, у меня разнопрофильная специальность. Я могу быть веб-дизайнером, интернет-провайдером и работать на ЧПУ-станках. Здесь человек мне отправил супертрейдом, я ему написал, ну, наклона АК, 80К стоит. Но это было отправлено супертрейдом, блядь. Супертрейдом, сука, я не могу, меня, блядь, сука, меня аж трясет, блядь. Так вот, как я, как дизайнер, я смотрю на этот сайт и понимаю, что, блядь, сука, я не знаю, блядь, насколько, нахуй, конченные курсы, блядь, кройки и шитья вы закончили, чтобы вы создали такой сайт. Вот, кстати, гус, респектую этому пацану, здесь в чем прикол. Я, ну, давайте буду просто рассказывать. О, блядь, какая долгая переписка. Ха-ха-ха. Блядь, ага, да, здесь через, а, нет. Да, 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 здесь через колесико нельзя проматывать, только вот так. Ага, у меня все, нахуй, зависло. Все, зависло, нахуй. Я не могу, вот. Я кручу колесико, а оно не крутится, блядь. Ой, блядь, разработчики, какие вы ебланы, блядь, реально. О, а, блядь, смотрите, это вот здесь не... Блядь, ахахаха, сука, я даже не знал, что здесь все настолько хуёво. То есть, смотрите, я кручу вверх, не крутится. Наводим на чат, кручу вверх, крутится, блядь, ахахаха. Сука, они даже не смогли сделать окно, они, знаете, это не окно, знаете, как правильно, более понятно для игроков сказать. Блядь, хитбокс. Вот у них хитбокс, вот здесь вот обрезан, а здесь ничего нету, блядь. Ахахаха, сука, какой пиздец, блядь, я реально... Народ, мне больно это смотреть, чтобы вы понимали, блядь, я на втором или на третьем курсе, блядь, наверное, сайты делал лучше, блядь. Вот, здесь по касательно того, что типа вот люди здесь говно трейды кидают и так далее и тому подобное. Гус, тебе огромный респект, я обещал показать его в видосе, типа, я не буду читать, народ, сами почитайте, если захотите, потому что, ну, пизду, это все читать. В общем и целом, я искал себе перчатки, нашел их у человека, решил с ним затрейдиться. Опять же, блядь, типа, если бы у него не было этих гребанных очков, да, для того, чтобы продвигать свои трейды, либо не было премиум, которые дают, бесплатно давали на 5 дней, и типа, если бы нет, мы бы с ним не встретились, потому что он не смог бы выложить объявление, я бы не смог с ним затрейдиться. Затрейдился я где-то себе 5% плюс, у меня, в принципе, это все устраивает. Опять же, что меня не устраивает, блядь, почему, сука, нельзя сделать одинакового цвета? Вот, я не знаю, как вам, я лично вот смотрю на своем мониторе, у меня VA-матрица, у меня такая повышенная контрастность, мне сложно, блядь, читать. Мне реально сложно, блядь, в то время как это я вижу нормально. Почему нельзя было сделать одним цветом, блядь, это просто пиздец, это реально, это полнейший пиздец. У приложения, у сайта есть все шансы стать номер один, но за то, что, блядь, разработчики ленивые, уебаны, пускай меня заблокируют на этом сайте, да и хуй, я в рот ебал, блядь, если честно. пока они его не сделают нормальным, я здесь не особо сильно обитать-то и не хочу, но суть в чем, насколько надо быть ленивым, насколько надо быть криворуким, блять, потому что реально, ну блять, сайт хороший, ну сам по себе, да, то есть у сайта есть шансы быть первым, номер один, блять, но сделайте его нормально, блять, почему вот здесь вот реально я в глаза ебусь, то время как в приложении сделано нормально, блять, почему у вас так сильно отличается приложение и сайт, почему у вас не работает фильтрация на телефоне, да, то есть приложение, почему я здесь не вижу фильтрации, блять, ну опять же, судя по всему, фильтрация все-таки с премиум добавляется, Да, вот это тоже. Нахуя в премиум добавлять было такую хуету? То есть забрать у людей то, что должно быть у них просто так? Забрать это, блядь. И, сука, отдавать им за деньги? Вы чё, ебанутые, блядь? Ну, просто пиздец. Отдельное спасибо техподдержке, блядь, ВКонтакте. 72 часа ждать ответа. Вы ебанулись, блядь. В Сбербанке, нахуй, в техподдержке приложений то быстрее отвечают, блядь. Это пиздец, реально. Вот у меня просто жопа гарь идёт. Но вот такое вот приложение. Опять же, блядь, почему 5 минут? Вот это вот я тоже понять не могу, да, то есть люди. Трейды, это ладно, хуйся, подпись, но здесь может было бы трейд людей, ещё что-то. Но вот люди, да? Почему здесь каждые 5 минут? Почему встать на первом месте можно только за 10 минут? Давай, за 10 монет, да, на первое место вставать. Почему вы не сделали по-нормальному? И вот, типа, да, оформить премиум. Вот я на это смотрю и думаю, блядь, а оно мне надо? Вот просто оно мне надо каждые 5 минут заходить в свой телефон, либо заходить на ваш ебаный сайт и, блядь, вручную прокликивать. Вот реально, оно мне надо? Не надо, жопа хупи на коллада, сделайте вы нормальный сайт. В конце, что хотелось бы добавить, часто люди говорят, типа, кунька, здесь приходят конченые трейды, всё такое и так далее и тому подобное. В этом виноваты тоже разработчики, потому что нехуй подписывать своё приложение в плеймаркете, как приложение, в котором вы сможете зарабатывать на трейдах. И все школьники, блядь, которые нахуй заскребили на обеды, блядь, на АВП гадюку, блядь, на обычную гадюку в каком-нибудь закалённом боях за 50 рублей, надеются, что они в вашем приложении заработают, блядь, миллионы. Вы ебанутые. Назовите приложение для трейда, блядь, нахуя в описании, что вы можете зарабатывать на трейдах. Сюда и приходят все долбоёбы зарабатывать на трейдах. Просто приходят зарабатывать на трейдах, потому что приложение, блядь, написано, что я смогу зарабатывать на трейдах. Вы ебанутые, блядь. Ну вы просто ебанутые, реально, разработчики, блядь. Сделайте его нормально, ёбаный в рот Ну хуй с ним, я готов, блядь, за Давайте так, промокод, блядь, на месяц На 100 активаций, блядь, для моих подписчиков, блядь Мне бы, нахуй, пожизненный премиум И, блядь, я вас проконсультирую, как это делать надо, блядь Просто вам скажу, вот здесь так, исправьте здесь так Я вам даже бесплатно, блядь, всё это рассказал уже, нахуй, на видео, блядь Сделайте не быстрый, ой, не супертрейд, а быстрый трейд, блядь Вот это, чтобы вы понимали, как я поменял в консоли Это точно так же почти меняется Потому что в основном все хуярят через программу А те, кто выёбываются и кодят в блокноте На самом деле вы ебонщики, в этом смысла особо нету Это типа, да, там, добавляет более такой крутой-то и пиздатый Но суть не в этом Вот, народ И вот это вот касательно трейдов Это, блядь, просто потому что здесь такое комьюнити Комьюнити здесь такое, потому что здесь так подписано Что вы можете зарабатывать на трейдах Пошли нахуй со своим зарабатывать на трейдах Просто сделайте приложение для трейдах Всё, блядь, от вас больше нихуя не требуется Поменять кнопку, блядь Сделать, чтобы объявление нельзя было выкладывать каждые 5 минут Сделать для премиума, блядь, автоматическую Чтобы автоматически выкладывались объявления, блядь И всё В принципе, уже это будет достаточно Хоть как-то, чтобы ваше приложение было нормальным Дайте пользователям просто общаться в чате, блядь, не за деньги Дайте, блядь, людям возможность спросить в техподдержке Не вконтакте, блядь Потому что у некоторых, если они живут где-нибудь хуево-тутуево, блядь Нет, допустим, ВК, ну, грубо говоря Вот реально, блядь, приложение может быть охуенным Если разработчики возьмутся за свою голову Ну, а на этом у меня сегодня всё Спасибо, что смотрели Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте Нажимайте колокольчик, пишите новые видео или стримы Ну, а с вами был, как всегда, Кунька Желаю всем позже подружек, докладных тиммейтов и дорогого шмота Всем удачи, народ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok